И в продолжение темы. Психолог городского клинического центра в Чебоксарах Надежда Скворцова стала одним из победителей всероссийского конкурса «Святость материнства». О том, как соревновались конкурсанты и что помогло Надежде обойти более 350 соперников в нашем репортаже. Вот вы идете по лесу и представьте, что к вам навстречу идет какое-то животное. Неважно какое, идем дальше. Где-то в глубине леса, получается, вы видите домик. Это не сказка, а ассоциативная психологическая методика на выявление главных приоритетов и жизненных сложностей. Работе с будущими родителями Надежда Скворцова подходит нестандартно, что помогает установить контакт. В результате за советами к молодой девушке обращаются даже опытные многодетные мамы. У Валентины уже шестеро детей. Когда родила первых, понадобилась помощь психолога. Первая беременность, первая, когда двое детей маленьких, год и три разница, было тяжело, конечно. Я очень сильно тогда похудела. Как бы вот хотелось туда и сюда, всем угодить. Один хочет гулять, другой хочет спать. Вот тогда было тяжело. Прям вот все уснули, тишина. Я прямо в тишине сидела на кухне, и мне прям хотелось плакать. Алина Романова, первая ребенка, родила 17 лет назад. Мне 39 лет. Я беременна вторым ребенком. С первым ребенком у меня разница большая. Например, я очень боюсь сейчас родов. Психолог очень хорошо помогает, чтобы роды были легкие, спокойные, чтобы я не переживала. Обратиться за помощью к психологу может любая пациентка женской консультации. Но чаще всего в этом кабинете бывают женщины в положении. В период беременности, несмотря на то, что это физиологическое состояние, меняется очень серьезный гормональный фон. И, естественно, очень часто перепады настроения у женщины встречаются. Начиная от радости и эйфории, когда женщина узнает о том, что она забеременела, до депрессии и страха перед неизвестным будущим. Помочь преодолеть страх и в случае сомнений склонить чашу весов в сторону сохранения новой жизни. Это основная задача, говорит Надежда. Незапланированная беременность, как и различные потери в нашей жизни. Вот, например, потери работы, смена деятельности – это такой же стресс для человека. И он неизменно сопровождается негативными эмоциями. И как раз-таки первоначально при работе с такими женщинами нам необходимо установить доверительный контакт и снизить градус этих негативных эмоций. А потом уже, когда контакт налажен с женщиной, мы уже можем реально рассмотреть их жизненную ситуацию и в спокойной обстановке рассмотреть все возможности дальнейшей жизни с ребенком и без. Участников всероссийского конкурса «Святость материнства», в котором Надежда Скворцова заняла второе место, оценивали по многим показателям. Но вот, пожалуй, главный из них. Психологическая служба Республики показала достаточно высокий уровень. По прошлому году, 2018 году, в результате вот этой командной работы у нас сохранено 450 беременностей, то есть 450 жителей у нас появилось в Республике Новых. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика.